Я сам удивляюсь вообще тому, что происходит, как происходит, но сила вся в том, что тоже хотел бы, чтобы вы увидели, что Бог что-то здесь готовил и готовит и в ближайшее время, ну и в последующее время вы будете очень много этого видеть, ну кто захочет видеть, опять же, да, у кого будет вера для того, чтобы это видеть, то, как Бог готовил, то, как Бог, вот знаете, как Павлу, он однажды сказал, проповедуй в этом городе, потому что у меня много здесь людей, и вот здесь примерно то же самое, знаете, то есть мы будем видеть, что Бог, оказывается, что-то готовил и у него есть здесь его люди, и мы будем с ними встречаться и будем с ними сталкиваться, потому что мы должны понять, что мы его инструмент, мы его церковь, мы вот, ну как бы, те, через кого Бог и будет действовать, через которых Бог будет проповедовать Евангелие, это очень, я верю, я уверен, что это очень интересно, это очень захватывающе, это стоит того, чтобы в этом двигаться, вот. Но много раз это не будет соответствовать нашим представлениям, вот, много раз это не будет соответствовать, вот, даже каким-то вещам, которые происходили раньше, потому что Бог движется духом, и Он будет ломать иногда стереотипы и двигаться через это. Вот. Поэтому сегодня я буду говорить на такую тему, как о духе контроля. Насколько я смогу это выразить, я сам не знаю, но попытаюсь, насколько смогу, насколько вот, потому что для меня трудно говорить опять же об этой теме, примерно как мы говорили о вот римлянам в восьмой главе, но для меня, ну, почему, да, вот, я начал именно так со свидетельства и потом еще что-то, это важная для меня мысль вообще, это мне очень дорого, знаете, знаете, что мне дорого, что для меня дороже всего, вот, как-то вложено это в меня, я не могу это объяснить, ну, или могу объяснить иногда, да, но в меня вложено определенное состояние, определенная реакция, и я очень сильно воюю против манипуляции над человеческой личностью. Для меня это является, ну, как бы, вот, вообще, ну, как бы, я реагирую очень сильно, я могу жестко реагировать там и так далее, но вот в меня это вложено, и я ничего тут не могу, вложено именно вот какими-то ситуациями, какими-то годами, потому что я считаю, что это самое большое зло вообще, вот, да, если вы хотите меня услышать, именно меня, и то, что Бог вложил в меня, то, с чем Бог послал меня, это вот, вот эта проблема, потому что церковь, она очень много натворила зла за прошедшие века, и до сих пор продолжает творить, и основной проблемой является именно это, что одни люди манипулируют умами, совестью и телами других людей, понимаете, и уже для кого-то это вообще стало нормой даже, это вообще стало, ну, чем-то таким нормальным, что духовные служители, пастыра, да кто бы они ни были, они манипулируют, они, вот, ну, управляют ради своей какой-то цели, да, я не скажу, что это только корысть, не всегда это корысть, но Библия нам говорит, что в последнее время появятся, ну, наглые ругатели, которые будут извращать путь истины через, вот, лжесное, я не помню это все, ну, как там написано, хотел найти этот стих, но, я думаю, кто-то помнит, да, вот, через лжесное, неправильное учение, через любовь к корысти, и так будут это делать, что путь истины будет в поношении, вот, то, что, что это значит, что путь истины будет в поношении, а то, что у людей будет неправильное представление о церкви вообще, неправильное представление о религии, знаете, да, что, вот, там, в последние века или веки, там, появились разные такие высказывания, религия, опиум для народа, да, хорошее такое высказывание, да, ну, вы знаете, что оно отвечает частично, ну, оно правдивое, почему? Потому что церковь неправа, потому что духовные люди много раз неправы, вот, вообще, в своем действовании, как они понимают себя и как они понимают свою миссию, как они понимают свое служение, такие вещи были рождены, как то, что христианство это религия для управления рабами, слышали такие верхушки, да, такие мысли, и опять же, да, все имеет место быть, если этим неправильно пользоваться, вот, и вот я говорю, что церковь, она, ну, долго в этом варилась, разная церковь, православная, католическая, протестантская, вот, все туда скатываются все равно, вот из-за этой незрелости, из-за этого недостатка понимания того, что, вы знаете, еще такая поговорка такая есть, благими намерениями вымощена дорога в ад, и вот много раз церковь под благими намерениями просто уничтожала людей, уничтожала личности, ломала их, да, и поэтому, да, у многих людей сейчас в этом времени есть реальное отвращение от церкви, от, да, и это все в одном замесе, поэтому наша задача, как церкви, тоже понять эти вещи и сделать, ну, определенные выводы и, ну, научиться на ошибках других и стать действительно другими, потому что, ну, вот я, верите, не верите, но я был в организации долгое время, которая, ну, начинала хорошо, а потом поехала совсем не туда, которая стала удерживать людей, лишь бы удержать людей, под предлогом того, что мы этих людей спасаем, им здесь лучше, она уже стала пользоваться, ну, совершенно, ну, как бы, дьявольскими методиками, и что против этого всего делать, как быть, освободить, как освободить людей, и в чем вообще свобода заключается, в Библии есть такой стих, что народ мой гибнет от недостатка введения, от недостатка знания гибнет мой народ, и вот, ну, действительно, что, что должна сделать церковь, и каково должно быть учение в церкви вообще, это должно быть, ну, реальное, настоящее, духовное, правильное знание, от того, что Христос освободил нас от наших грехов, и церковь, это то, через, ну, что всегда должно быть направлено на то, чтобы освобождать людей, как Христос, не на то, чтобы их вновь порабощать, ихнее сознание, действительно, вот недавно, вот, все как, все одно к одному позвонила одна женщина, думаю, зачем она мне позвонила, да, которая ходила к нам на собрание, для того, чтобы вот так вот, грустным голосом сказать, мне мой пастор, я в другом городе переехала сюда, но он мне сказал, в какую церковь мне идти, которую он даже не знает, ту церковь, но сказал обязательно, да, и я должна послушаться пастора. Вы действительно думаете, что пастор должен это делать? Я имею в виду, подсказать пастор может, посоветовать пастор может, но указать и приказать пастор не может, это не его дело совершенно, и вот это должны понять, ну, как бы, мы все и пастора тоже, вот, что, ну, не дано нам, вот, я много раз сам с этим сталкиваюсь, что иногда приходят какие-то люди, чем-то возмущаются, жалуются на кого-то и просят меня, там, что-то запретить кому-то, или, вот, как-то, вот, отреагировать на эту ситуацию, я много раз иду и спрашиваю Бога, а я могу вообще это сделать? Я понимаю, что я не могу это сделать, у меня нету таких полномочий, у меня нет таких, вообще, вот, ну, как бы, вот, у меня нет этого духа, понимаете, что самое интересное, у меня нет этого духа для того, чтобы, вот, хоть как-то манипулировать сознанием человека, то, что должно быть у церкви, то, что должно быть у пасторов, то, что должно быть, это проповедь Слова Божья, вот то, что нам дано, вот нам дано, чтобы мы доносили до людей Слово Божье, оно само обо всем скажет, оно само направит, мы, вот, ну, мы должны, мы иногда не понимаем, с чем, например, сталкивался апостол Павел, когда, вот, служил этим церквям, когда Бог через него создавал церкви, что он им пишет вот эти послания, да, и начинает перечислять блуд, пьянство, нечистота, да-да-да-да, даже не должно быть, понимаете, но все, что он делает, он говорит Слово Божье, он не контролирует этих людей, он убеждает этих людей, чтобы этого не было, да, он всячески, он просто стоит за это, он пишет это издалека, потому что мы, ну, говорю, из-за нашего неправильного представления мы не понимаем, ну, как Бог меняет людей, мы не до конца понимаем, что произошло в день Пятидесятницы, когда покаялось три тысячи человек или пять, или вот там потом еще чуть позже пять тысяч человек, мы иногда это так вот поверхностно рассматриваем и думаем, все, пам, они покаялись и вдруг у них все стало хорошо там, вы думаете, там все стало хорошо? Это куча евреев, которые одумались только, но вообще не изменились, они вообще не изменились, они вот просто, они стали вот этими духовными младенцами, мирскими, которые привыкли жить для себя, привыкли жить, но они уже услышали весть о Христе, они покаялись, они открыли свое сердце, они начали ходить, и вы представляете, вот там 12 апостолов и сколько-то еще помощников, и у них три тысячи, пять тысяч, да, и вот это вот, вот просто представьте, какой хаос там был, другими словами это не назовешь, и вот мы, почему я об этом говорю, потому что мне приходится это, ну, иногда переживать, потому что, когда, я думаю, ты вот это видишь, если ты, как бы, духовный человек, у тебя один вопрос, чего теперь со всем этим делать, понимаете? Не думайте, что у них были ответы на все, как поправить, как исправить и так далее, но что они сразу стали делать, да, они стали учить их учению Христово, они стали проповедовать им Слово Божие каждый день, каждый день, да, изо дня в день, то есть, на что была их ненадежда, да, на то, что эти люди будут меняться от Духа Божьего, от учения, чтобы Дух Божий, вы думаете, они выстроили такую систему, где они всех расставили там по должностям, структура, и все ровно, все работает? Уверен, что не так, уверен, что не так, уверен, что у них головы кипели, но Дух Божий знает, что делать, аминь? И вот наша в чем надежда, да, наша надежда Церкви должна быть на том, что Дух Божий знает, что делать, и мы всего лишь вот, ну, те люди, которые, через которых Он хочет действовать, будет действовать, и все, что нам нужно, это быть исполненными Святого Духа, и все, и находиться в этой ситуации, да, там, служить людям, да, принимать людей, любить людей, объяснять им Слово Божье, все, что должно быть, потому что, ну, вот, иначе мы скатимся опять вот к этому принципу законов, закона, который вот нужно все расписать, все расставить на свои места и уже управлять, и вот, ну, как бы, я разницу вижу в законе, вот, для чего был дан закон, он хороший-хороший, мы это уже изучали, да, но для чего он был дан, да, для того, чтобы наказать, там, ну, например, да, в каких-то моментах нужно было, да, вот люди что-то делали плохое, и нужно было их, там, камнями кого-то побить, да, там, выгнать кого-то, да, и так далее, да, то есть нужно было вот применить эту реакцию общества, да, как бы, в котором люди жили, для того, чтобы, ведь даже не для того, чтобы исправить этого человека, а для того, чтобы другим было неповадно, для того, чтобы вот, вот, там много в Ветхом Завете делается, ну, вот, для примера, чтобы устрашились люди, да, чтобы вот, ну, пришел вот этот страх, и, понимаете, мы вот, ну, мы достаточно сильно привыкли к этому, и многие люди привыкли к этому, что многие вещи нужно делать именно для того, чтобы другим было неповадно, и все, и у нас так сидит это в голове, но мы смотрим, действует ли так Христос или нет, и я вот вижу, что Христос не действует, и в Библии сказано, что конец закона Христос, все, Христос конец закона, к праведности всякого верующего, да, то есть, вот, мы видим вот это вот изречение, да, что у закона есть конец, и вот видим эту ситуацию, мне, например, нравится эта ситуация с блудницей, которую привели к Иисусу для того, чтобы, вот, непростой вопрос, Моисей сказал побить камнями, а ты что скажешь? Они знали о его доброте, они слышали о его учении, о том, что он всем прощает все, о том, что он вот, ну, такой добрый, и как он здесь поступит, потому что, ну, как, если сейчас ее не наказать, тогда сейчас все побегут блудить, да, поэтому вот нужно наказать, но Христос прощает, и тем самым я вижу, что, знаете, мы должны постараться оставить вот эту мысль, оставить вот этот вот дух контроля, А что будет, если мы будем всем прощать? А что будет? Ну, тогда вообще сейчас все побегут грешить. Но мы видим, что Христос этого не боится. Мы видим, что Христос понимает, что он делает. Он реально прощает, и он уже не думает о том, да, что теперь будет. Почему? Потому что конец закона Христос, потому что он конец закона, потому что уже есть что-то, что сильнее, есть уже, ну, некий мотиватор такой, да, жизни человеческой, что, что вот, ну, есть Христос уже, да, и есть этот духовный человек, который способен оценить, который способен, вот, принимать решения. И какие решения? В основном в сторону простить. И вот в Деяниях тоже, в 6 главе, давайте мы прочитаем. То есть, я сегодня о том, ну, что мы будем иметь, что мы должны иметь, да, вместо закона. Какое мышление мы должны иметь, чтобы мы с вами, ну, как бы вот, вот, ну, я, видимо, я вот почему вам сказал, что Бог меня сделал таким, вырастил таким. И я вот настолько остро реагирую на дух контроля. Наташа, например, знает, она однажды позвонила, что-то как-то сказал, я говорю, контролировать меня собираешься. Не-не-не-не, ну, шутка была. Но я вам просто, ну, как бы, я, вот, я это очень, ну, как бы, как это называется, чувствителен я к этому очень сильно. И понимаю, что это зло. И вот моя мечта именно об этом, но я вам докажу, что вот Новый Завет и то время, в котором должна церковь быть, и те мысли, которые должны в церкви быть у людей, которые считают себя церковью, считают себя именно вот христовыми, да, которые конец закона, они должны победить эти мысли. Понимаете? Мы должны победить этот дух контроля, потому что дух контроля, он и обращен часто и к людям, которые вокруг нас, и к нам самим тоже. Мы себя тоже контролируем. Мы себе тоже не даем жить и дышать полной грудью свободно, потому что, ну, слишком долго мы учились чему-то не тому и жили в чем-то не том. Понимаете? Ну, вот это вот перестроение, оно должно произойти, иначе вы не почувствуете водительство Духа Божьего. Понимаете? Можно вырастить кучу послушных тебе якобы людей, но они никуда не пойдут. И это то, что я, например, вот, ну, понимаю и вижу вот там, где я раньше был. Потому что, вот Соломон однажды, помните, такую фразу говорил, что это так же бессмысленно, как пытаться поймать ветер. И вот, вот она фраза, вот оно определение Духа Контроля тоже, да? Попытка поймать ветер. Попытка поймать ветер, попытка поймать вот эту, ну, как бы, духовную жизнь. То есть, если мы начнем хоть как-то брать личности под контроль, тем самым мы убиваем личность. Мы не даем личности возможность двигаться по Духу. Мы вот этот ветер вокруг него просто вот под колпак засовываем и все. И человек уже начинает думать, да, и как угодить тебе, как думаешь ты, вместо того, чтобы думать, как думает Бог. Вместо того, чтобы вот, ну, действительно размышлять по-настоящему, с чистым открытым сердцем по поводу Слова Божьего. И вот это вот, ну, это серьезнейшая тема. Знаете, я, вот я говорю, что я не чувствую себя готовым сейчас говорить на эту тему, потому что эта тема, она, ну, намного серьезнее меня. Мне, может быть, нужен какой-то более мощный авторитет для того, чтобы говорить об этом, да, в моей жизни, чтобы, да, на мне должны быть, наверное, епископские одежды, да, вот, да, для того, чтобы об этом говорить, и тогда это будет услышать. Но я рад, что я говорю сейчас об этом именно из этой позиции, из этой позиции такой, да, вот, начинающей, да. Но вот, ну, я заявляю, я понимаю, о чем я говорю. Я понимаю, о чем я говорю. Мне хочется очень сильно разбить нос дьяволу, понимаете. Вот, ну, потому что это страшные вещи, что он делает. Это страшные вещи, что с нами, со всеми делает дух контроля. Он живет везде практически. Он живет в семьях у людей, когда муж и жена друг друга постоянно упрекают. Ты должен, ты должна. Ты должен, ты должна. И это все, все об этом. О том, что одна личность что-то требует от другой личности. Понимаете? Вместо того, чтобы вместить другую личность. Вот, что должна сделать духовная личность. Не духовная личность не может вместить другую личность. Но духовная личность, она может вместить другую личность со всеми ее слабостями, со всеми ее недостатками, и не судить ее, а покрыть ее. Понимаете, про что говорю или нет? Потому что, если мы не знаем вот этого и не практикуем вот этого, мы будем судить его. Мы будем ковырять его. Мы будем, потому что это нас мучает, это нас не устраивает, потому что мы думаем, что если мы отпустим, если мы не скажем, то человек не услышит, то человек не изменится и так далее и тому подобное. И это страшная вещь. Это сатанинская вещь, это дьявольская вещь, которая разрушает семьи, которая разрушает церкви, которая выставляет религию совершенно не той. Вот эта вот попытка повлиять на человека собственным каким-то представлением и мнением. Вы можете понять то, что когда вы думаете о каком-то человеке что-то и составляете про него какую-то картину, что Бог про него думает совершенно не так, как ты думаешь. Мы должны понять это. Не просто так говорится такая поговорка, по себе людей не судят. Понимаете? Не судят по себе людей. Потому что вот, ну, если бы вот так вот было, то если бы Бог спасал только тех, кого вот ты представляешь, что нужно спасти, я не знаю, кто бы тогда спасся, кто бы тогда вообще выжил просто. Потому что, ну, вот, и нам нужно это понять, что Бог любит других людей тоже. И даже если тебя, ну, как это, нервирует его качество и не устраивает его личность, его характер, его привычки, его какие-то вот слабости и так далее, это вообще, ну, как бы, Бог вообще по-другому смотрит на него. А мы живем вот с этой штукой, что Бог на него так же смотрит, как я на него смотрю. Понимаете? Вот отсюда это все берется. И отсюда берется наша реакция. Вот это вот, как мы отравляем себя, потом отравляем другого человека. Вот нам что сказано? Первое Петра. Просто, ну, раз уж пошли туда, по больным местам, ну, пройдемся тогда туда. Про мужей и жен. Вот что сказано женам, у которых неверующие мужья. И это очень важно, потому что то же самое сказано и мужьям, у которых неверующие жены, или просто люди, которые не соответствуют твоим представлениям. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Вот я саму мысль хочу взять здесь, да, что здесь не только о мужьях и женах, а именно о некой стратегии личностей, которые живут с другими личностями рядом. Что, ну, как бы, не в том должно быть, вот, ну, потому что там, вот тут сказано, что жена не может проповедовать мужу. Ну, не ее это. Потому что, да, мы знаем вот этот вот порядок. Жена, муж и бог, да? То есть, глава мужу – бог, глава жене – муж, да? Вот, и, ну, здесь очень важный принцип, что чем, чем завоевывать такого человека? Любовью к нему, отношением к нему, да? Не ковырянием его, как то у тебя не так, грешник ты, привычки у тебя какие-то не те, или еще что-то, надо тебе заметить. А любовью, и только любовью, только чистым и вот этим богопоязненным житием. Все. И вот, понимаете, тут нужна вера, тут нужен Дух Святой. Потому что так хочется ковырнуть, так хочется сказать, так хочется указать на то, как нужно правильно делать. Но Библия нам говорит, это бесполезно. Это бесполезно. То же самое практически там и с детьми очень, ну, как бы все похоже, и вещи происходят. Мы, вот, ну, как бы, нам вообще не дано другую личность менять. Другую личность и вообще может менять только Бог. И вообще мы не знаем того, вот что там надо менять и как там нужно менять. У нас только вот какое-то поверхностное представление, какое-то мнение, и все. О том, как должно быть, должно быть так, должно быть так, да? И вот, ну, я уже несколько раз там благословлял людей, ну, как бы вторым номером, так сказать, которые женятся. Просто что-то им там советовал. Я говорю, ну, не упрекайте друг друга. Ну, вообще, то есть, ну, вы не для этого друг другу даны. Вот эти вот слова, муж должен ты-ты-ты-ты-ты, жена должна ты-ты-ты-ты, да? Мы знаем. Но это не для того, чтобы муж сказал жене, ты должна это. И не для того, чтобы жена сказала мужу, а ты должен это. Понимаете, я, ну, вот, серьезно, я что-то последнее время, вот, ну, и вообще, приходится, я бы так сказал, консультировать, разговаривать, исцелять несколько семей, у которых, ну, сложные отношения между мужем и женой, да? И которые вот там на грани развода. И там, что одна сторона, что так. И вот они, понимаете, вот их слушаешь обоих, они просто друг друга обвиняют. У них вот, ну, ничего нет другого, как просто обвинение другого, вот, то, 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 то он сделал, а это сделало так, 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 так. И, понимаете, и ты вот это вот все слышишь, и ты понимаешь, у них выхода вообще нет никакого. Они совершенно не собираются друг друга принимать, вот, ну, с такими, какие они есть. И много раз, ну, как бы, вот смотришь, идешь в корень, не понимаешь, откуда пошло, что вот в начале отношений, в начале, в начале семейной жизни, в первых годах, когда еще все ходят такие друг перед другом ровно, стараются слушать там, прислушиваться друг к другу. Вот кто-то, он просто, или оба, ну, в основном один, вот, вот в этих семьях, с которыми я разговаривал, в основном один или одна, ну, как бы, вот за что-то начинает пилить человека. Пилит, 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 и потом бах, и все. И потом вот тот, которого пилили очень долго, говорит, а теперь слушай, что я про тебя знаю. У тебя не только пилить буду, я тебя рубить буду теперь, вот, в кусочки вообще, без остановки. И вот у них вот, ну, таким вот образом складываются отношения. А понимаете, что вот похожие вещи, они в церкви даже происходят между верующими. Люди, уверовав, приходят в церковь, им те люди, которые так ревностно переживают за соблюдение закона, начинают навязывать. Надо, 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 тюкать, 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 тюкать. И потом вдруг у тех людей, они, во-первых, устали, ожесточенные, и они, вдруг у них тоже открываются глаза на тех, которые их тюкали вообще. Или тот, который тюкал, он падает так перед ихними глазами, что все. Все. И вот оно, ну, получается, что дьявол добился своей цели. Все. Кто победил в этой ситуации? Сатана. Все. Точно так же в семьях. Вот. Поэтому вот нам ничего другого не дано, как самим исполняться духом. Понимаете? То есть, вот, ну, я когда-то уже рассказывал это, что такое муж и жена. Муж и жена, это как два сосуда. Физику в школе, помните, показательную? Соединенной трубочкой. Закон сообщающихся сосудов. Не нужно мужу наливать сверху в жену. Что нужно сделать мужу? Наполнится самому и туда перетекает. Все. Что нужно сделать жене, чтобы туда перетекло? Наполнится самой и туда перетечет. Как перетечет? Не знаю. Есть невидимая трубочка. То же самое с детьми. Понимаете? То же самое с детьми. Будешь ходить перед Богом, будешь любить детей, будешь принимать их, будешь поддерживать их, будешь. Они будут тебе доверять, и они, ну, однажды они придут. Придут. Ну, нужна вера. Нужна вера. Нужна вот именно не дух контроля, который тебя самого выводит из себя, который их выводит из себя. А нужна именно вера. И вот, Деяние 6 глава. Ну, просто вот эти вот примеры мне пришли. С первого стиха. Вот мы уже сказали про эту Иерусалимскую церковь, которая выросла стремительно. И вот, ну, я говорю, что у меня центр, ну, как бы у нас центр тут за, там, несколько месяцев вырос там в три раза. И это не тысячи людей, знаете. Это всего лишь, там, 20 с лишним человек. Но у меня кипит. Вот, ну, ну, даже кипит не из-за того, что там что-то вот, ну, не справляюсь. Да просто, а вот просто кипит. Просто, ну, и как бы я не скажу, что плохо. Наоборот, нормально. Но нормально, вот только из-за того, что я верю, и хочу верить, и знаю, что Дух Божий это делает. Все. Дух Божий, Он будет менять людей. Он, пускай, контролирует людей. Не хочу я контролировать людей, да потому что не смогу я проконтролировать людей. Не хочу я вот всем людям рассказывать, как им надо поступать в той или иной ситуации. То, что я могу делать, это проповедовать Слово Божье. И вот Слово Божье, оно способно изменить и насытить тысячи. Вот как Он хлеб разломил одного себя, да, и сказал апостолам, вы дайте им есть. Вот тогда и была демонстрация вот этих вот тысяч, понимаете, которые уверовали, да, что они Христа раздали и все наелись, понимаете. И вот, ну, вот таким образом, ну, как бы, вот, я не знаю, почему я это говорю. Есть надежда, что мы будем расти, но мы будем расти, когда мы будем готовы. Количественно. Знаете, потому что, ну, нам не нужно будет пугаться и ужасаться, что Бог приводит. А как же теперь их всех направить? А они же там еще то-то, они же то-то. Да не надо никак направлять. Будь исполнен Святым Духом и делай то, что ты должен делать. Вот это то, что здесь написано. В эти дни, с первого стиха, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропотный евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Вот оно, младенчество. Вот она церковь, в которой там тысячи людей покаялись, да, и у них битва там. Вы что думаете, вот, ну, там такой вот ропот был, что на это внимание обратили, что просто там, ну, где-то вот недовольные были. Там что-то было, ну, такое непростое, я думаю, достаточно жесткое. Одна сторона, просто вот люди, там у них были культурные различия у этих людей. Еленисты – это евреи из других стран языческих. А были еще евреи, которые жили вот в Иерусалиме, и которые себя вот считали на порядок, как бы, правильнее, да, потому что они никогда никуда не ушли, они здесь на родине, они вот… Вот она, вот она, да, вот столкновение, да. И, ну, те-то, да, ведь мы же понимаем, что те, которые еленисты, они же тоже себя настоящими евреями считали, по-любому, да. Ну, как бы, это точно так же, как и муж и жена, да, то есть, ну, вот оба правы, оба правы. Этот в такой семье вырос, этот в такой семье вырос, у этого такие привычки, у нее такие привычки. Что делать со всем этим делом? «Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах». Вот он тоже ключевой момент. Понимаете, вот, ну, почему вот я сразу, я сейчас сразу обозначаю свою позицию, друг, грубо говоря, да, вот, ну, как пастора, да, и как то, кем должны быть пастора там, и служителя, вот, ну, церкви. Ихняя задача – это Слово Божие, не разбираться вот это вот, кто прав, кто виноват, вот о столах, там, вот это вот администра, ну, как бы, вот эти вот вещи. Да, пока мы маленькие, пока вот, ну, ну, вот оно приходится, но в целом это вот, ну, по идее, это проповедь Слова Божьего. А что сейчас там происходит-то в основном, везде, во всех практически церквях, что и пастора, и епископа, они же администраторы, через них же все потоки, все, весь контроль. Понимаете? Не нужно даже, вот, ну, по идее, за это все, ну, переживать. Если мы хотим настоящую церковь, но для этого что должно быть? Для этого должна церковь быть по, вот, ну, тому плану, по которому она задумана. Итак, братья, они говорят, да, нехорошо нам оставить Слово Божие, пищусь о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова, да? То есть вы уже теперь понимаете, почему вот апостолам нужно пребывать постоянно в молитве и служении Слова? Потому что хаос там, потому что, ну, как бы, вот, ну, все, что может изменить этих людей, это Слово Божие, откровение Божие, вот эта вот наполненность Духом Божьих людей, да, которые вот ходят, да, и, ну, и служат, да, вот этим людям. И это самое главное, понимаете? А мы иногда вот до, вот самое главное, контроль, но контроль, он тоже нужен. Но кто будет делать контроль? И какой контроль? И какой ключевой момент этого контроля? Выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, да? Основной приоритет – люди, исполненные Святого Духа. Потому что, ну, вот, вот это вот критерий, вот это вот очень важно, да, что люди, которые будут принимать решения, ну, в первую очередь, не ради какой-то там собственной выгоды, корысти там и так далее, да, не ради собственного карьерного какого-то роста и продвижения, а просто потому что, ну, эти вопросы нужно решать. И нужно решать их, потому что, ну, иначе вот, ну, есть какие-то сложности. Если их не решишь, будут проблемы. Вот, и вот там избрали этих семерых деканов, знаете, и мы сейчас, вот это слово там, диакон, не нравится оно мне. Ну, религиозное оно, знаете, оно такое вот уже как бы с погонами. Если тогда люди, когда там это, наверное, было написано, они понимали, как бы вот, как это слово произошло, да, но я вам просто прочитаю современный перевод. Это первая Тимофея, третья глава. Тут такое хорошее слово просто использовано, с восьмого стиха. Точно так же помощники в церкви должны быть уважаемыми людьми, слову которых можно доверять. Они не должны увлекаться вином, не должны быть нечестными людьми, пытающими себя обогатиться обманным путем. Они должны придерживаться глубоких истин нашей веры с чистой совестью. Эти люди так же, как и пасторы, должны быть сначала подвергнуты испытанию. Если окажут, что они без греха, они могут служить помощниками в церкви. То есть, по сути, помощники. Без помощников никуда. Без помощников, исполненных Святого Духа, никуда. Понимаете? И вот, ну, в любом случае, те люди, которые уже, ну, вот, мы все должны быть этими помощниками внутри церкви. Каждый христианин должен быть вот этим вот помощником, для того, чтобы уметь во Святом Духе разруливать какие-то определенные моменты. Вот. И не контролировать людей. Не контролировать, не навязывать людям, а быть исполненным Святого Духа. Святой Дух – это не Дух контроля. Давайте прочитаем Римлянам 8 глава. Вы понимаете, что, ну, вот, Святой Дух – это, ну, действительно, это не Дух контроля. Какой был Святой Дух, который опустился на Иисуса Христа? В виде голубя. Голубь – это такая вот кроткая, кроткая птица. Легкая, понимаете, вот, ну, нежная. Если ты не спугнешь, сядет, будет говорить. Спугнешь – улетит. Он не навязывает, он не дает давления, понимаете. И мы должны это понять, что Христос, Он был именно такой. Если мы, вот, ну, это не поймем, если это мы, вот, ну, не вытащим из себя, мы в другом духе будем двигаться. Ну, Римлянам 8 глава, там вот этот вот стих, что Он дал нам не духа рабства. 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываемого Отча». Вот, понимаете, вот там еще и там такое слово есть – «опять». И вот, ну, на многих смотришь, они опять живут в рабстве. Вот, вот, хочешь того, не хочешь, смотришь на людей, чем они руководствуются, в каком они духе живут и ходят, они опять живут в рабстве. Они опять исполняют, вот, ну, как бы, нормы закона, они исполняют, ну, как бы, вот, какие-то правила, какие-то, как должно быть и так далее, понимаете. Вместо того, чтобы быть вводимым духом, вместо того, чтобы наслаждаться, радоваться, вот этим отношением с Богом. Понимаете, я много раз от людей, сейчас вот приходят люди, раненые в центр, которые христианами, ну, мы не называем были, являются христианами, но являются там упавшими христианами, да, знавшими путь, да, и они произносят такие, «Я ненавижу центров, я устал от центров», да. И вот, я их понимаю, но я говорю, проблема, что тебе, ну, переключиться нужно, потому что, ну, вот, пока ты себя сам вводишь вот по вот этим вот, ну, моментам, да, и вот в этом представлении, в этом мышлении находишься, это не святой дух. То, что тебе нужно, это чтобы вот ты стал, исполнил святому духу и сказал, Бог, что ты хочешь, куда хочешь и так далее. Потому что тот же центр, тот, который центр там вот у нас, то, что, вот, я верю, Бог пытается сделать, это то, что, это платформа или площадка для роста помощников, для роста служителей, которые используют это место не для того, чтобы уже только свои какие-то проблемы решить, но чтобы вот практиковать решение проблем других. Понимаете? Потому что настоящее христианство, оно в этом, оно в служении другим. Следуй за мной, и я сделаю тебя, что? Ловцом душ. Вы что хотите, христианство переделать? Что вы иногда хотите? Потому что, ну, оно, христианство, оно не создано для того, чтобы вот, ну, мы богатство накапливали. Потому что, ну, это не тот путь. Сейчас весь мир лежит возле, сейчас весь мир думает вот так вот, деньги, 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 деньги. И бог тебя приводит в это место, где ты можешь сейчас не думать о деньгах, но искать бога, исполниться святому духу и найти людей, которым хуже, чем тебе, и служить им, и вот через это, чтобы бог поднял твою жизнь. Поэтому, ну, мы, понимаете, вот у тебя не получится выбрать какой-то третий путь. Вот не получится. Наша полнота духовная в служении другим. И все. Именно в служении. Не в управлении другими. Да, не в их манипуляции. Потому что, ну, вот это вот управление другими, оно нравится человеку, знаете. Если человек не глубокий до конца, там, не искренний, да, не понимает, что это, там, сатанинский прям путь, он вкусный. Знаете, вот власть, да, мы же знаем, да, дай власти деньги человеку, и ты посмотришь, что это за человек, да. Вот. И, ну, мы, поэтому, у нас есть Слово Божье, для того, чтобы отделить. Поэтому там Петр говорит, что там пастыри ваших умоляют, что посейте Божьи стадо не из-за гнусной корысти. Не из-за того, что вот это как-то поправит ваше материальное положение. Евреям, 8 глава. 10 стих. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконие их не вспомину более. Вот понимаете, вот она, в чем христианская мысль, в чем христианская сила, что вот завет, который обещаю, вот она, краткая формулировка, что мы хотим, что нужно-то, чтобы Бог ходил в людях, чтобы Бог, да, вот напишу мысли мои, законы на сердцах, и вот сразу идет вот это вот пояснение, и не будет уже учить ближнего и ближнего своего, говоря, познай Господа. Знаете, потому что вот в этом вот учении ближнего всегда есть дух контроля, всегда есть дух вот этого вот тебе надо, ты должен, всегда есть один выше другого. И поэтому вот это очень важный признак, ну, настоящей церкви. Какой дух? Какой дух? Способны ли мы вот сами верить в то, что Бог прощает людям грехи, о которых мы знаем? Способны или не способны? Или нас вот, ну, я не делаю, а Он делает, и меня всего... Тут же вот именно мысль-то к чему идет. И не будет учить ближний и ближний своего, каждый брата своего, говоря, познай Бога, но все от малого до большого будут знать меня, потому что... И вот это вот потому что... Почему они будут знать меня? Почему у них будет доступ ко мне? Почему не будут учить? Потому что я буду милостив, говорит, к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Потому что вот не будет уже повода, вот, ну, менять людей самим. Потому что Бог сам работает с человеком. Бог сам меняет человека. То, что мы должны делать, это Слово Божье должны нести. И жить чистой жизнью сами, как христиане. Да? Как Павел говорит, что я и сам порабощаю свое тело, чтобы мне, проповедуя другим, самому не оказаться отверженным. То есть, вот, даже вот в этот стих, вот в этот, да, вот в эти два стиха, вот завет, который я завещаю, да, что, ну, как бы, Бог вставляет, что не будет учить ближний ближнего своего. Но все от малого до велика будут знать меня. И вот это, ну, нам трудно в это поверить. Потому что мы все равно разбиваем людей на, вот, ну, на такой или такой, малый и великий. И малый и великий будут знать меня. Кто такой малый? Кто там малейшим наречется? А кто заповеди будет не все исполнять? Малейшим наречется. А кто все исполнять? Великим наречется. Но и малый и великий, они знают Бога. И малый и великий, и написанный волк, и ягненок будет лежать вместе. Понимаете? Вот это принципы Нового Завета. Вот это вот, ну, понимаете? Поэтому мне так хочется, чтобы, ну, вы это услышали, чтобы вы, как бы, освободились от вот этого духа контроля. Я не смогу вам, знаете, вот весь расклад про это дать, да? Что вот как, что, 5 пунктов, 10 пунктов, там, и так далее, да? И вообще, что это такое, да? Я просто назвал так это в целом, да? Дух контроля. Но он очень сильно мешает жить. То есть это приходит через, вот я говорю, представление людей, через благие намерения людей. Понимаете? Ну, вот почему я сказал, благими намерениями вымощена дорога в ад. Это не я сказал. Это уже, ну, люди такую поговорку придумали. Это действительно так. Сколько церковь пожигала людей. Просто. Вот эти вот, ну, религиозные войны, которые там, да, и... Чтобы другим не повадно было, да? Намерения были благие, намерения были хорошие, намерения были защитить. Понимаете, мы иногда вот этот дух продолжаем нести в церкви. Уничтожить тех, которые какие-то не такие, спотыкаются, не такие, как мы, и так далее. И уничтожаем своих близких внутри семьи, мужей, жен, не способны вместить. Понимаете? Но духовный, он что должен делать? Духовный, написано, носи бремена немощных. Вот что должно быть. Духовная власть настоящая, она дается не для того, чтобы ты вот обличал, и... для того, чтобы покрывал. Как Христос пользовался своей властью. Он... Часто мы видим, что он ради одного человека делал какие-то определенные вещи, да? Переплыл за Годаринцем. Не собирался никого, скорее всего, исцелять в этой Вифезде, но когда узнал, что 38 лет лежит, не смог пройти мимо. Да? То есть, ну... А сейчас же все побегут, да? Ну... Ну, его это не интересует. Его... Его интересует всегда отдельная личность, отдельный человек. Серафиникиянка, помоги! Язычница, не время еще язычников, но и крохи падают. Держи! Правильный ответ. Понимаете? Вот, ну, как бы, мы, как церковь, вот каждый человек, который к нам попадает, это, ну, не количество людей, а каждый человек, это личность с его проблемами, с его какими-то, вот, ну, моментами. потому узнает весь мир, что мы его ученики, если будете иметь любовь между собой. Буду заканчивать немножко вот... не пытайтесь поймать ветер, потому что ветер перестает быть ветром. В какой бы церкви вы хотели быть? Где есть идеальный порядок? Знаете, я вот слушал одного проповедника, и он такую картинку дал, он говорит, если бы вот, ну, мы увидели, например, общество, которое сделал дьявол, знаете, мы бы не хаос увидели, мы бы увидели идеальный порядок. Все, все чисто, все, 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 все. Но там не будет жизни. Не помню, как он так интересно сказал, но я думаю, мысли я до вас донес. Вот. Поэтому или даже чудеса и знамения. Они тоже не определяют истинность церкви. Знаете, что определяет истинность церкви? Присутствие Божье. Присутствие Божье. Пускай не так много происходит, пускай, но есть что-то, что вот, вот есть этот настоящий Божий Дух, который вот как голубь нежный, да, вот вспомните, как Илия, какое присутствие Божье он пережил на горе. Помните, он сначала там был ветер сильный, брызги там, да, и так далее, и там написано, но это не был Господь. И потом был огонь, клубы дыма, и опять написано, и это не был Господь. И потом было, как бы, тихий, тихий ветер, как бы, веяние такое, и это был Господь. Представляете, для меня это такое откровение, знаете, из самого Илия сначала, из самого Илии выходили его представления о том, какой Бог. Знаете, вот ему нужно было сначала столкнуться со своими представлениями, что Бог вот такой сильный, там, Бог огонь, А оказалось, что Бог это тихий-тихий ветер, да, вот этот вот нежный и вот это вот присутствие Божье. Понимаете, вот Иисус нам являет вот это вот присутствие Божье вот в этом вот принятии личности человека, в этом трости надломленной, не преломит, льна курящего не угасит. И вот таким же мы должны его увидеть и таким должны стать мы. Мы тогда скажем, ну а как же, а где же сила, а как же тогда, тогда же будет беспорядок, не знаю, не будет. Но через веру к этому придем, через то, что сам Бог знает и будет менять людей, да, и вот, ну, люди исполненного Святого Духа, они будут двигаться, они будут вот вставать, как в этой шестой главе деяний, да, способные для того, чтобы заниматься вот этим служением другим, способными для того, чтобы, да, служить другим. Это то, вот о чем я думал, то, что есть у меня на сердце, то, против чего воюю и не могу по-другому. Знаете, как Мартин Лютер однажды сказал, ему говорят, отрекись. Он говорит, на том стою и не могу по-другому. Ну, мучился, мучился там, ну, день и ночь. Поэтому, вот для меня это такая ключевая тема, что нельзя ломать другую личность. Нельзя. Что такое любовь? Да, помните, всему верит и всего надеется. Но он же тебя обманывает. Но любовь всему верит. И вот так. Он меня раз обманет, два обманет, три обманет, а потом, может быть, покаяться. Ну, это какой-то неправильный путь. Не знаю. Но любовь всему верит и всего надеется. Вот, поэтому мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Конец закона Христос. Это немножко непонятно для тех, кто очень долго ходил в законе и в этом мышлении. Это немножко, ну, а как теперь? Потому что вот закон кончился и свободное падение пошло такое. Христос. Конец закона. А как это? Вот так это. Размышляйте сами. Получайте от Бога свои откровения. И поймите, да, что вот, ну, никто не имеет права манипулировать сознанием тебя. Никто. Ничего не может заставлять делать. Потому что вот, ну, действительно к свободе, да. Ну, пусть ваша свобода не станет поводом ко греху. И это Слово Божье. И мы это все знаем. Поэтому вот, ну, поэтому мы вот так вот и проповедуем. Поэтому мы вот так вот живем. Вот, поэтому и освобождайтесь сами, освобождайте своих родных, близких от вот этого вот, вашего нетерпения по поводу них, да, что вы не можете их принимать таким, какие они есть. И вам нужно их обязательно вот ковырнуть. Вам их нужно обязательно изменить и так далее. Не нужно. Вы ничего не сможете сделать. Вы только ожесточите их. Вот. Поэтому ищите Бога, ищите у Него мудрости, да. Проповедуйте Слово Божье таким людям, да. Вот, ну, как бы вот иногда вразумлять, да, это, ну, совершенно другое. Аминь. Ладно, все.